Приветствую, друзья! Я, конечно, вдохновлён, очень вдохновлён, я в полном энтузиазме, потому что бывают такие события в жизни, но люди любят обычно говорить, что всё не случайно, особенно женщины так говорят, всё не случайно. Ну да, если посмотреть, так сказать, в больших масштабах, всё не случайно. И, может быть, даже и в маленьких масштабах всё не случайно, потому что, когда происходит какое-то событие, мы думаем, ну вот же оно. Да, всё не случайно. Друзья, у меня произошло очень яркое событие в жизни. Я знал, что это произойдёт, поэтому это не просто не случайно, это закономерно, потому что я знал не просто так, а потому что по всей логике вещей, которые происходят, как в обществе, так и в организме, по всей логике вещей всегда есть надежда, и всегда, если человек работает постоянно, всегда происходит какая-то ситуация, когда вдруг что-то с чем-то совпадает, согласуется, и вдруг раз, и, ну сейчас модно говорить, квантовый переход. Я бы сказал триггерный переход, потому что по психофизиологии это триггерный переход, когда лавинообразно вдруг количество переходит в качество, и вдруг вы получаете тот результат, который давно ждали. Я, наконец, дождался. На меня вышли друзья, которые занимаются изобретательством, изобретениями, и вдруг оказалось, что они тоже думают о том же самом, о чём думаю я. Это очень важно, потому что наша школа «Человек будущего» Homo Futurus как раз-таки это окно в мир, которое как раз-таки занято тем ежедневно, ежечасно, как сохранить разум на планете, и как сохранить мир на планете. В любой точке турбуленции происходят какие-то невообразимые, непредсказуемые ситуации в точках бифуркации, и там как раз-таки люди теряются, и от каждого из нас зависит, от каждого человека зависит, какое будет завтра. Да-да, я вот, наконец, дождался, и мы, наконец, вот уже соединяемся. Я уже сразу предложил свою мечту, давайте проведём мозговой штурм, раз мы все изобретаем в разных направлениях что-то. Даже бабушка, которая идёт в магазин, и в этот момент магазин закрыт или нет той буханочки хлеба, которую она хочет купить своим внучкам и внукам, она изобретает, как поступить. И она не понимает в этот момент, что она изобретает, потому что она попадает в зону, в зону, в которой отсекаются шаблоны, это же неопределённость, отсекаются страхи, авторитеты все отсекаются, и она думает, как поступить, как сделать так, чтобы накормить детей. Она изобретатель в этот момент. Просто мы об этом не знали, потому что слова у нас, они так приписаны, таким образом, к разным областям деятельности. Если ты изобретатель, значит изобретатель, если ты таксист, значит таксист, если ты шахматист, значит шахматист, если ты штангист, значит штангист. Ну и никто не понимает о том, что это у всех одна и та же голова, и все мыслят одинаково, только каждый в своём направлении. И вот эти направления, они никак между собой как бы не связаны, а когда человек выходит на определённое состояние свободного сознания, когда у него нет страхов, комплексов и стереотипов, там у него и происходит вот эта синергия внутренних процессов, и весь опыт его, и все его знания сплавляются в некой единой точке в развитии его личности. Это удивительное явление. И вот этот мозговой штурм, который мы скоро обязательно проведём, который направлен именно на то, что мы все вместе решим, как же сохранить жизнь на планете, разум на планете, как сохранить мир на планете. Конечно, от нас, от всех это очень зависит. И вот сейчас у нас будет вебинар с Романом Газенко. Я не устаю об этом говорить. Он будет о словах, и он будет о приёмах, которые позволяют энергию страха, энергию стресса переводить как в айкидо на решение нерешаемых вопросов. Я хочу, чтобы вы меня услышали, потому что меня уже услышали те, кому это нужно. Кому это не нужно, тоже, конечно, слышать, но я теперь уже не боюсь этого. Потому что чем больше людей знают это, тем более они защищены. Знание – это сила. А незнание – это как раз-таки то, ради чего и происходят всякие негативные события. Откроем глаза, друзья. Поэтому на этом вебинаре с Романом Газенко я буду показывать алгоритмы, с помощью которых можно выходить на состояние, когда можно, так сказать, озаряться по собственному заказу, решать вопросы, которые казались нерешаемыми. А Роман Газенко будет помогать нам рассказывать, раскрывать корни слов, как они происходят, чтобы мы лучше их понимали, чтобы понимали одинаково. Но я хочу напомнить, походу, что это, конечно, не значит, что вы должны руководствоваться именно этими точками зрения, моей или Романа, или какой-то иной, превращать это в авторитет ни в коем случае. Наоборот, это для развития понимания, для развития мышления. Это как раз-таки совместная творческая деятельность, чтобы произошла синергетика нового понимания. Чтобы мы сняли очки вот этой зашоренности. Потому что эмоции, они заслоняют правильное видение, объективное видение мира. Страх заслоняет, стресс заслоняет. Надо снять эти очки, чтобы видеть мир открытыми глазами. Это очень важно и для здоровья, раз, и для личных отношений, два, и для успешности своей собственной жизни. Да, вот видите, сейчас даже их слово «успех» прицепились, потому что успех, успех. Раньше понимали так, а сейчас понимают по-другому. Сейчас какое слово не скажи, обязательно кто-то прицепится и скажет. Да это же вообще что-то какое-то, ерунда какая-то. Это понятное дело. Наша традиция в нашей школе «Человек будущего» – «Homo futurus» – никогда никого не банить. И поэтому там только матом ругаться нельзя, там только грубить нельзя и хамить нельзя. Всё остальное можно. Пишите вопросы – это первое. Пишите критику – это второе. Но критику пишите конструктивную, с предложением, чтобы происходило развитие. Вот оно в чём дело. Всё так просто. Всё так просто, друзья. Да, я хочу ещё раз показать вам свою книгу. Эта книга – величайшая книга. «Новые приёмы метода ключ». И там написано «Белые стороны, чёрные дыры страха». А тут написано, вот видите, что уже у нас там кнопка YouTube серебряная. А у нас уже, смотрите, не 100 тысяч, а уже 170 тысяч. Значит, людям это нужно. Поэтому соединяемся, друзья. Я бы хотел, конечно, чтобы вот эти общечеловеческие ценности, обозначенные в словах «любовь», «сопереживание», «сострадание», «чувство бесценности живого». Но роман мне говорит, когда «чувство бесценности живого», там три слова уже. Поэтому надо по отдельности. Но мы поговорим все вместе. Поговорим все вместе. И главное слово – «созидание». Созидание. Конечно, чтобы мы от выживания выходили к созиданию. А для этого нужен как раз-таки наш вебинар, где мы об этом и поговорим. А мне кто-то написал сейчас из-за наших мужчин, так сказать, что ваш контакт с романом лучшего я не видел. Да, ему понравилось. А кому-то не нравится. Кому-то не нравится морковка, кому-то бурак или как он называется. Надо у Романа спросить слово такое, как правильно. Ну ладно, я шутник, вы знаете. Друзья, приглашаю вас на вебинар. Потому что этот вебинар, конечно, как всегда, как все вебинары, которые мы проводим, исключительный. Конечно, там будут новые и приемы, и элементы, и алгоритмы. Да, и атмосфера будет потрясающая, как всегда, общечеловеческой любви, общечеловеческой поддержки. И даже те люди, которые очень стесняются, выходя там в зум, начинают раскрепощаться, начинают улыбаться. А те, которые были в каком-то проблемном состоянии, вдруг прямо на глазах видно, как они расцветают. И там дело не в том, что я так психологически себя веду, что создаю такую атмосферу. Ну, конечно, от людей тоже зависит, а как же. Я не отрицаю, что я хороший парень. Мы все хорошие, когда у нас нет стресса, когда у нас нет страха, когда у нас нет шаблонов, которые нас заслоняют. Мы все хорошие, мы все думаем одинаково, мы все изобретатели. Хочу еще раз вам сказать, хочу, чтобы вы были здоровы, чтобы любили все друг друга, чтобы был мир на Земле и разум на планете, чтобы сохранялся. Да, друзья, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok